Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина и в этом выпуске. В уголовном деле о взрыве газа на Пятой Кордной поставили точку. Перед судом предстал заправщик баллонов. Какое решение приняла Фемида? В помощь сибирякам амичи собирают гуманитарный груз для пострадавших от паводков за Байкалье. В чем нуждаются жители затопленных территорий и как им помочь? Где повернуть решают сами. В Омске участили случай порчи дорожной разметки. Чем чреват такой вандализм и как амичи могут ему противостоять? Полуденный залп дали. Начало новой традиции положили в прямом эфире 12 канала. Расскажем, как это было. Темно-вишневые с деревянной отделкой в музыкальном театре рассказали, когда появятся новые кресла и когда амичи смогут их протестировать. Штормовой подарок. В эфире 12 канала школа единоборств Александра Шлеменко запустила необычное голосование. Все, голосование запущено. Что теперь зависит от каждого. Два года условно дали оператору газозаправочной станции. Куйбышевский суд вынес решение по уголовному делу о взрыве газа на Пятой Корной. Следствие доказало, что 12 января этого года при 30 градусном морозе заправщик, не проверив емкость и не взвесив остаток газа, наполнил баллон, чем нарушил требования безопасности. Злополучный газ глава семьи Бакаевых, собираясь на рыбалку, занес в квартиру. Из-за перепада температур вещество начало расширяться, после чего раздался взрыв. В квартире вспыхнул пожар. С тяжелыми ожогами госпитализировали двоих малышей и их отца. Спустя полгода после трагедии дети по-прежнему нуждаются в серьезном лечении. В суде оператор полностью признал свою вину. Сторона обвинения просила суд назначить Андрею Зазулину три года реального лишения свободы и шраф 300 тысяч рублей. У пострадавших к нему претензий не было. Фемида учла положительные характеристики с места жительства, наличие малолетнего ребенка, лечение в стационаре и отсутствие судимости. Поэтому приговор условный. Сегодня горели лаборатории Института проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Академии наук. У спасателей на ликвидацию огня ушло около часа. Загорелось холодильное оборудование. На место прибыла оперативная группа МЧС. Работали 32 человека и 7 единиц техники. Еще до приезда спасателей из здания люди эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Площадь возгорания 60 квадратных метров. А вот что стало причиной пожара, установит следственно-оперативная группа. Она продолжает работать на месте. Амичи массово подключились к сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков за Байкалье. За полдня работы пункта, который расположился в региональном отделении Единой России, горожане принесли больше 100 килограммов продуктов – растительного масла и воды. Добровольцев настолько много, что организаторы решают, как отправить груз – фурами или по железной дороге. 9 июля в Забайкальском крае был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнения пострадали тысячи людей. И прогноз синоптиков неутешительный. В ближайшее время циклон вновь принесут в регион дожди. В Омске для пострадавших собирают в первую очередь воду, продукты длительного хранения и теплые вещи. Люди несут крупы, макароны, тушенку, рыбные консервы, сгущённое молоко, сахар и соль. Я считаю, что, наверное, беда может прийти каждому. И вот наша поддержка, какая бы она ни была, она будет очень важна для сибиряков, которые почувствуют, что Омская область также сегодня вместе с ними с этой бедой. Пункт сбора работает по адресу Волочаевская, дом 11, кабинет 28. Приходить можно в будни с 9 утра до 8 часов вечера. И выходные дни с 10 утра до 6 часов вечера. Первая отправка гуманитарного груза запланирована на 25 июля. Глава региона Александр Бурков прокомментировал итоги встречи с Дмитрием Медведевым. Руководители региона и премьер-министр обсудили социально-экономическое развитие, строительство новых школ, проблему исполнения судебных решений по капитальному ремонту. Что касается сферы образования, учитывая федеральную установку об уходе от двухсменного образования, Медведев поручил рассмотреть возможность финансирования строительства трех школ. Речь шла о Горьковском районе, городском микрорайоне Ясная Поляна и Амурском поселке. В ходе встречи затронули проблему исполнения судебных решений по капремонту многоквартирных домов. Сейчас, чтобы закрыть этот вопрос, необходимо 12,8 миллиардов рублей. По поручению Дмитрия Медведева предложенные варианты рассмотрят, а также проанализируют сложившую ситуацию, которая характерна для многих регионов страны. В городе участились случаи, когда смекалистые амичи стали закрашивать дорожную разметку, своевольно пытаясь переписать правила дорожного движения. Сплошные полосы закрашивают черным цветом, а пластиковое нанесение и вовсе отрывают от дороги. При этом вандалят предприимчивые автовладельцы не только на окраинах, но и в центре города на оживленных магистралях и перекрестках. К примеру, на 70 лет октября самовольно организовали заезд к дому номер 10, корпус 1. При этом не учли, что при таком повороте водителю придется пересечь сразу три полосы встречного движения, а это чревато авариями. Госавтоинспекции шокированы такими поступками. Могут возникать дорожно-транспортные происшествия, потому что в тех местах, где наносится разметка, сплошная линия, соответственно, эти места совершать опасные маневры запрещено. Кроме того, за это есть ответственность. Она предусмотрена в статье 12.33 Кодекса административных правонарушений и влечет за собой сразу до 10 тысяч рублей. При этом у нарушителя возникает обязательство перед владельцем дороги о восстановлении первоначального вида поврежденного элемента. В случае, если вы стали свидетелем порчи дорожной разметки, на место незамедлительно нужно вызвать полицию, а самого хулигана заснять на фото или видео. Это поможет стражам порядка привлечь нарушителя к ответственности. Исполнять обязанности главы аппарата губернатора и правительства Омской области с сегодняшнего дня будет Сергей Крещук. Эту информацию подтвердили в областном правительстве. Должность временно займет бывший заместитель ушедшего в отставку Юрия Корючина. Фамилии постоянного руководителя пока нет. Отмечу, что в отставку Корючин ушел по собственному желанию, а вот его коллегу, начальника государственной жилищной инспекции Сергея Плисова, Бурков уволил из-за утраты доверия. Сегодня в Омске положили начало новой традиции полуденных выстрелов из старинной пушки. Первый прозвучал в 12 часов в Омской крепости. Люди, которые стали свидетелями этого действия, буквально побывали в Петровской эпохе. Пушка – точная копия орудия 17-18 веков. А заряжал и стрелял из нее канонир, одетый в форму того времени. Идею позаимствовали у Санкт-Петербурга, в северной столице. Традиция полуденных выстрелов существует уже более 150 лет. В день города 4 августа на плац выкатят пять пушек. И пострелять из них сможет каждый желающий. А после празднования выстрелы над Омской крепостью будут раздаваться каждый день ровно в полдень. Новая традиция вызвала интерес у амичей. Многие жители с детьми специально сегодня утром посетили Омскую крепость, чтобы увидеть это зрелище. Мы увидели в новостях. Нам очень заинтересовал этот факт, потому что это впервые в городе. И мы приехали специально посмотреть. Мне понравилось, очень было колоритно и красиво, а дочь испугалась. На день города придете? Обязательно. Впечатления очень хорошие и яркие, потому что все-таки приятно, что Омск тоже соблюдает те традиции, которыми жили наши бра-пра-пра-пра и так далее. А то, что Омск какие-то такие традиции блюдет, ну это как-то наш город преподносит по России. Ну а зрители 12 канала первыми увидели зарождение новой традиции в прямом эфире. Специально для нашей съемочной группы организаторы сделали пробный залп из пушки. Увидеть его можно было в программе «Час новостей» в 11 часов. В музыкальном театре строители монтируют новые витражи. Тройные стеклопакеты, чтобы в фойе, где располагается гардероб, было тепло. Меняют сантехнику и трубы в уборных. Но основной фронт работ впереди. В зрительном зале установят 760 новых кресел. Их изготавливает известная в театральных кругах московская фирма. Несколько образцов уже прислали в Омск. Кресла будут темно-вишневого цвета, отделанные деревом. Кроме того, они шире старых, поэтому количество мест в зрительном зале немного уменьшится. Зато сидеть на них будет удобно и комфортно. Фирма известная, но стараются так, чтобы заказчики были довольны. Но все попробовали, посидели. Работники и люди, которые у нас любят театр, приходят. Мы их позвали, все попробовали, сказали. Вот необходимы какие-то доработки. Все это записано. Я думаю, что мы получим комфортные кресла. 31 августа в Музыкальном театре планируют провести опен-эйр «Встречаемся у фонтана». На мероприятии специально установят два ряда кресел, старых и новых, чтобы амичи смогли сравнить и посмотреть, что было и что стало. Обновленный зал примет первых зрителей 15 сентября. В этот день в Музыкальном театре откроют сезон программой «Осень» из цикла «4 сезона для оперы». В Омск прибыла военная техника из Китая. Она будет участвовать в международном армейском конкурсе «Римбат». Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа на базе Омского автобронетанкового института. Специальным эшелоном в наш город уже доставили 16 единиц техники. Помимо России и Китая традиционно участие в конкурсе «Приметы Казахстан». Армейские игры пройдут в четыре этапа. Командам придется преодолевать различные препятствия. Это противотанковые рвы, зону задымления и брод. Выполнять сложные задания по ремонту техники и стрелять по условной пехоте. Организаторы обещают, что армейские игры будут зрелищными и приглашают всех желающих. Добраться до места проведения соревнований можно будет на автобусах с табличкой «Римбат». Известный мировой боец ММА Александр Шлеменко в прямом эфире 12 канала раскрыл интригу, которую запустил, разместив в своем аккаунте Instagram видеообращение. Спортсмен предлагает омичам принять участие в конкурсе по благоустройству родного города. А вот что это будет за проект и как без исключения все жители региона смогут принять в нем участие, Шлеменко рассказал в прямом эфире 12 канала. И вот как это было. Александр, ну что за секрет, как вы планируете благоустроить город, как мы вам можем в этом помочь? Да, если кто следит за нами, мы уже много делаем для города. Открыли уже 4 площадки. Мы с нашими партнерами компанией «Газпромнефть» в программе инвестиции «Родные города социальных инвестиций». А здесь нашу инициативу поддержал Александр Леонидович Бурков. И вот мы решили стать ближе к амичам и спросить, где бы они хотели выбрать место для новой площадки. Для новой, большой, спортивной, хорошей площадки, чтобы они могли тренироваться все желающие. Такая вот инициатива. Какие варианты и с чего могут выбрать амичи? У нас есть три варианта. Старались мы выбрать места, где наибольшее скопление людей, где наибольшее количество наших амичей могут пользоваться этой площадкой. Это два парка, один парк 30-летия в ЛКСМ, второй это Советский парк и третье место это Омская крепость. Вот эти три места. И наши амичи могут уже сейчас, мы запустим голосование, любой желающий проголосовать в нашей группе ВКонтакте. Давайте запускать прямо сейчас в официальной группе «Школы Шторм ВКонтакте». Голосовать можно открыто, без регистрации. Наша группа ВКонтакте «Школы Шторм». Отправляем все, голосование запущено. Ну и пользуясь случаем, хотелось призывать амичей быть более активными. Более активными, потому что это здоровье, в первую очередь, самих амичей, здоровье наших детей. И чем больше у нас площадок, чем больше у нас возможностей тренироваться, открыто, бесплатно, то это лучше, я думаю, для всех. Ну что ж, наши зрители могут первыми проголосовать. Опрос уже запущен, продлится ровно неделю до 27 июля. Голосование открыто, напомню, это три места. Советский парк, парк 30-летия в ЛКСМ, Омская крепость. Ну что ж, а я сейчас зайду на страницу ВКонтакте, отдам свой голос. Амичи оставляет свои голоса за понравившийся вариант. К этому часу проголосовало около 800 человек. Пока лидирует парк 30-летия в ЛКСМ, этот вариант набрал 47% от общего числа голосов. На втором месте парк в Советском округе, на третьем – Омская крепость. Кроме того, амичи активно оставляют комментарии, в которых объясняет свой выбор. Его можете сделать и вы. Заходите на страницу в официальную группу «Школы Шторм» ВКонтакте и голосуйте. 500 спортсменов из 30 районов области примут участие в областных олимпиадах «Спорт для всех» и «Бодрость и здоровье». Столицей спортивных игр станет Горьковский район. Спартакиады сельских поселений и ветеранов спорта состоятся с 20 по 22 июля. Участники не сборных районов, а поселений. В программе волейбол, многоборье, ГТО, дартс, масс-рестлинг, стрельба, кросс и даже рыбалка. В турнирах не примут участие лишь представители двух районов – Устишинского и Теврийского. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться в официальных группах Минспорта Омской области и областных спортивно-культурных праздников «Королева спорта» и «Праздник Севера ВКонтакте». Прогноз погоды через минуту. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица. Профнастил. Окна ПВХ. В приложении «Двагис» вы найдете удобный рубрикатор и подробную информацию об организациях, отзывы о компаниях и расположении входов, маршруты для общественного транспорта, автомобилей и прогулок, навигатор с отмеченными светофорами, камерами и лежачими полицейскими. Скачайте «Двагис» бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Ходил раньше Павел и старый за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома, в низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь шпикачки чешские. Всего 195 рублей за килограмм. Вот это цены! Сэкономил Павел и купил всей семье новые велосипеды. И о погоде. Завтра, 21 июля, по области и в Омске переменная облачность в районах. Ночью до плюс 12 градусов, днем до 21. В Омске ночью столбики термометров опустятся до плюс 16 градусов, днем поднимутся до плюс 22. Ветер северный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. На этом пока все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok